Если глубже копнуть, то нарушителей будет больше. В начале недели разлетелась новость о том, что в Караганде приостановлено 10 строек из-за отсутствия на то разрешений. А в марте текущего года вне закона объявили 7 строек. Как так выходит, что в строительной отрасли все больше появляется нарушителей? И можно ли вообще строить, не нарушая действующие нормы и законы? Ирина Вобещевич выслушала мнение. Очередная новость от представителей ГАСК о том, что строительство 10 жилых комплексов приостановили в Караганде, так как возведение велось без разрешительных документов, удивило разве только официальной приостановкой. Население на протяжении ряда лет сталкивается с проблемой, и чуть ли не каждый первый застройщик, замешанный в скандале с участием СМИ, как выяснилось, начинал стройку без тех или иных документов в обход правил. В той ситуации, что не нарушая закон, ты ничего не сделаешь. Я удивляюсь, что остановили 10 домов. Если так копнуть по строительным нормам, надо останавливать все стройки Караганда, все, включая ремонт. Директор карагандинского филиала Союза строителей Казахстана, депутат городского маслехата Тулиген Ашимов уверен, что достичь тех темпов строительства, которые сейчас отмечены в области, невозможно было бы начне все застройщики соблюдать все строительные нормы и правила. Я, например, не защищаю строителей, предпринимателей, хоть можно сказать, защищаю, да, но в то же время их понимаю, потому что по-другому строить невозможно, не нарушая. Если, например, даже по автомобильному сказать, да, по свежей на автомобиле, если кругом взять, повесить знак запрещено, да, проезд запрещен, да, или стоянка запрещена, а потом заставьте по городу ездить, я сейчас скажу, все пойдут против запрещающего знака. Застройщиков-нарушителей привлекли к административной ответственности по статьям «Коап строительство без проектной документации, строительство без сопровождения авторского технического надзора и строительство без талона уведомления ГАСК». «Вы подаете в надежде, что у вас целевое назначение уже есть, но вы когда подаете, вам отказывают в архитектурном планировочном задании, обосновывая тем, что вас нет в плане детальной планировки города. Выдают землю, говорят, освой ее, а потом тебе не дают разрешения. Ты должен вроде бы освоить за три года хотя бы фундамент огородиться, но ты этого начать не можешь, потому что тебе Акимат, выданную землю, не дает разрешения на строительство. Это какой-то замкнутый круг». Талгат Нурмагамбетов 20 лет в строительстве. По профессии инженер-строитель. Он сам стал участником строительной неразберихи, что свои права, как собственника участка, доказывал в суде. «Вот эти девятиэтажки, которые столкнулись с проблемой, им выдали земельные участки. Но у нас сезон строительный короткий. Чтобы начать строительство, вам надо собрать документы. Но это целая большая процедура. Вы должны пройти геологию, вы должны пройти экспертизу, затратить колоссальные средства, потом после этого получить все разрешительные документы на все коммуникации, и после этого вы подаете в ГАЗ к бегунок. Строительные компании не успевают, потому что у них дольщики, они требуют быстро застроить, у них сроки. Поэтому они получают, у них все соответствует по земельному, к адаптному плану, но у них нету с ГАЗ к бегунка. Они начинают строить без разрешения, без получения талона». В случае отсутствия разрешительных документов на строительство, ГАЗ выставляет требования об их получении. Это приводит к правовым коллизиям. Нарушается норма получения разрешений до начала строительства. Учитывая, что почти 80% выявляемых ГАЗ к нарушению связано с отсутствием таких разрешений, эти правовые проблемы создают условия для роста числа фактов незаконной постройки. По мнению специалистов, строительные законы должны соответствовать реальным возможностям строительной индустрии и кадрового потенциала. «Значит, такой закон создали, который 100% все нарушают. Ну, могут сказать, что вот такая фирма нарушает, такая фирма нарушает. Я вам сразу скажу, недопроверили, недосмотрели. Кто-то более, кто-то менее, но нарушает фактически все. Больше все-таки недоработка нашего законодательства, излишняя строимость, которая не соответствует реалиям строительного бизнеса».